Игровой канал Ивана Полиота представляет Здравствуйте дорогие друзья! Меня зовут Иван, вы на канале Полиота. Вновь на ваших экранах прохождение игры Ведьмак 3 Дикая Охота. Это 18 уже серия. Ни много ни мало, 18 конечно мало для Ведьмака 3. Мы в самом начале в Велине исследуем окрестности. Здесь очень много знаков вопросов, мест интереса. Можете посмотреть. После того, как я прочитал доску объявлений, еще их поприбавилось. Друзья мои, и в принципе эта часть будет часовая почти целиком и полностью посвящена зачистке всех этих знаков вопросов. Я не знаю сколько их здесь. И то даже не всех, они тут некоторые есть высокоуровневые. Я туда не успел, ну не то что не успеваю, успевать то успеваю. Не прохожу по уровню. Вот сюжета здесь не будет в принципе вообще никакого. Только такие второстепенные всякие записочки находить будем стараться. Если конечно повезет какие-то возможно плюшки новые, типа мечей. Ну или там одежды. Пока точно не могу сказать, что там... Ну скажем так, есть куда полазить, есть на что посмотреть. Лут здесь, кстати говоря, тоже я так понимаю как-то к левелу привязан. Господи, это плотва, ты что не можешь через забор перепрыгнуть? Ну это Red Dead Redemption в тебя вселился второй. Я шучу, наоборот там в этом плане все хорошо. Не всегда, но попроще немножко, чем здесь. Вот, что еще по этому поводу сказать, друзья мои. Я пока, ну, здесь, повторюсь, сейчас очень много будет всего этого происходить. Вот, я поэтому вам скажу, что здесь удобнее. Со следующей серией уже, я думаю, мы с вами приступим это самое, выполнять офигительно интересный квест, сюжетный непосредственно. Встретим очень много интересных персонажей, значимых как книжных, так и не очень. Вот, а сейчас нам попадается первый лагерь разбойников. Дезертировать даже, вернее, не разбойников. Я его напополам разрубаю, как вообще просто... Да, я помню, мне писали в комментариях по поводу поджигания врагов наших, особенно тех, кто этому подвержен. Ну, например, людей, у которых нет щита, лучники, да. Что можно оставлять, не бить, не лупить дальше по нему мечом, а именно смотреть, как у него тикает именно урон от огня. Вот, как-то мне написали, что вроде бы с улучшением знака Игни, да, он там как бы этот тик с каждым тиком... Хе-хе-хе-хе, господи, слово тик затикал. Он как бы все больше и больше урона наносит. Ну, видите? О, хорошо. Отлично. Просто перерубил. Всех, правда, мне тоже достается. Ну, они с девятого уровня. Я, напоминаю, я шестой, по-моему, еще, да. Так, ну-ка попробуем ошеломить. И еще одного товарища напополам разрубаем. Просто по диагонали. Красиво. Кишки наружу. Все наружу. Все говно, короче, из него выпрошили. И... Да, я шестой уровень. Я только самое начало шестого уровня. Вот сейчас, благодаря вот этим всем местам интереса, попробуем, конечно же, прокачаться. Враги здесь дают опыт. В принципе, во всех ведьмаках враги давали опыт. Но это не является панацеей для прокачки. В основном, конечно же, все мы самое козырное получаем с выполнения квестов. Рецепт Ребис и Штаны Следопыта. Ребис этот мне пока, к сожалению, ничем помочь не сможет. У меня даже на него компонентов нет. Это один тоже из, по-моему, компонентов, которые можно будет применять там для улучшения бомб или эликсиров тех же самых. У нас улучшения эликсиров разные есть. Сколько там? Пять или шесть уровней даже. И... Ну, я не знаю точно. Я боюсь слукавить. Будем посмотреть. Так, вот, короче, еще один очень жесткий лагерь, друзья мои. Здесь очень много лучников. И посередине есть вот такая вот бочка. Да, я как-то, блин, сейчас немножко неудачно. Вроде троих или четырех-то я забрал. Видите, они издалека настреливают. Я не успеваю, короче, клен накладывать. И уворачиваться я тоже не успеваю. И опять, особенно когда вы спиной к нему встаете и вам стрела пролетает в спину, урон там почти неутроенный получается. Тут скотина какая. Слава богу, что они пятого уровня, в принципе, и достаточно легко убиваются. Здесь просто надо поактивнее вертеться. Шестого уровня этот самый товарищ. Тихо, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Самое, что забавно, что эти лучники в своих тоже могут попадать. То есть они, если... Ой, красиво. Вот видите, он сейчас в своего попал, правда, того я уже добивал. Но они также их и убить могут с одного или с двух выстрелов, так это точно. Но вы в этом убедитесь. Отлично, я его подранил, но добивание не сработало. Ну, ничего страшного. Все красиво и эффектно. Так, тихо-тихо. Зажать себя в клеще. Какой здесь здоровый лагерь. Я сейчас просто зависну, ребят, сразу предупреждаю. Давайте избавимся от товарища, от одного. Так, аксием, ошеломляем и добиваем. Ай, красиво. И яйки ему вырезал. Или он просто его проколол, так я что-то не понял. Хе-хе-хе. Возвращаются сюда селяне. Они будут поклоняться вот этой вот, я не знаю, какая-то здесь фигня. Не пойми, на что она похожа. Напишите, пожалуйста, уже в комментариях, что значит этот. Хотя мы сейчас посмотрим, может тут как-то описание какое-то есть. Опасность миновала и жители вернулись домой. Давайте, ребятки, очищать лагерь. Я повторюсь, я это делаю все очень тщательно и скрупулезно. Вот, кому-то это может, естественно, не показываться. Интересно показаться, да. Но многие любят посмотреть, когда тошно все здесь исследует. Видите, в каждом мешочке нас ожидает, в принципе, сюрприз. Здесь может быть, как какая-то мишура ненужная, да. Так и вот такие вот всякие изумрудные камушки, которые нам очень здорово потом понадобятся в крафте. Особенно в наших ведьмачьих сетах. Я так потихонечку уже начинаю вспоминать, что за некоторыми компонентами побегать придется. А судя по тому, что здесь просто охренеть, какое большое количество в разного рода лута, разного рода всяких вот таких вот кусков для крафта, для еще там каких-то целей. Это, знаете, в башке даже все не удерживается. Но будем стараться привыкать. Будем смотреть, что из этого можно сделать. Я распыляться пока на все подряд не собираюсь. Эти все вещи места сильно много не занимают. Но я имею в виду такие вот компонентные вещи. То есть, всякие серебряные руты, укрепленная кожа. Может быть, они нам что-то и весят. Огонь чищает, братья и сестры, приходите к нам на чертов скок. Ох ты, это у них, короче, какой-то огненный чертов скок. Прикольно. Так, вот здесь есть травник. Давайте посмотрим, у травника может быть. Чего? Есть какие-то рецепты. Покажи свои товары. Карты для гвинта что-то я вряд ли найду. Да, карты для гвинта нету. Рецептов у него, к сожалению, тоже нету. Да и продать-то ему едва ли что можно. Но травники все эти, конечно же, нужны для того, чтобы... Если вам лень куда-то скакать, искать эти вот, всякие цветочки. Видите, у него их большое количество есть. Разных, разнообразных. И вы можете, даже в принципе, кое-какие редкие есть. Ну, которые, то же самое, кальций Экум. Да, он нам не часто попадается, а он будет нам нужен тоже. Вот. Можно заходить к травнику. Из-за недорого весьма. У них, кстати, щадящие цены. Да, покупать. Вот. И изготавливать полезные для себя нишнички. Очень много ледовых сот на деревьях. Сейчас мы их тоже все будем поджигать. Так, а ты можешь... Ай, торчу. Ха-ха-ха. Я тебе могу. Торчу. На чертовом скоке торчок. Забавно. Так, а что у нас еще за записка? Тоже самое. Огонь очищает. Чертов скок. Приходи. Торопись. Покупай живопись. Но. Вот. Ремонтные наборы это хорошо. Вот видите, медовые соты. Я уже их вижу. Улии, вернее. Вот эти вот пчелиные. Их надо поджечь. Да. Сейчас они немножко подгорят. И упадут. Они очень хорошо восстанавливают нам хп. Вот. Но пока я ими не пользуюсь. Потому что жаб душит. Такую полезную вещь. Съедать. А меня достаточно часто ранят. Ласточка, как вы можете наблюдать, я тоже не часто пользуюсь. Ну. В принципе. Ласточка здесь нужна. Когда вернется мама? Блин. Даже не знаю. На данном начальном этапе ласточка очень слабенькая. Она по времени очень мало длится. В дальнейшем я надеюсь, что это как-то будет немножко по это самое. С улучшениями этих всех приблуд. Я имею ввиду с улучшением зелий. Время действия само будет увеличиваться. Так вот еще медовые соты чуть не оставил. Они были позади. Собираем. И так вроде немного по 4 по 5 падает. Хорошо. Это нам спасает жизнь. Просто ласточки хочется применять, когда дерешься с каким-нибудь мини-боссом или с каким-нибудь мобом большим, у которого много хп. К ним надо готовиться. Там целый обряд проводить. Ведьмачий ритуал. Так, там еще один лагерь бандитов впереди. Давайте сейчас мы сразу тоже подготовимся к этому делу. У меня еще пока действуют баффи. Баффи, да, с дубильных этих всяких точильных камней. Ну, у кузнеца в деревне, которым я забафал сюда в начале. И дезертиры тоже 10 уровня. Видите, не все возгораются. Естественно, с прокачкой Аксии шанс возгорания взрастает. Ух ты, слушайте, полное хп, отлично. Аксии, короче, действует вместо арда. Во второй части можно было ардом не только отшвырнуть, а еще его так вот ошеломить, как вот сейчас это происходит. Да, и они так вот кошмарились. И Геральт проводил эффектное, красивое, такое кинематографичное добивание, как и сейчас. В принципе, это получается. У меня сделать, я этому несказанно скажу, рад. Ну, а у этих товарищей, конечно, здесь не густо. У дерева что-то посидели. Я еще, кстати говоря, прислушиваюсь к вашим советам в комментариях. Пытаюсь очень часто... Ну, ладно, вру, не очень часто, но... Пару раз, скажем так, заглядывался на ветхие всякие пеньки, деревья. Но что-то мне пока ничего не попадалось. Пока. Я, естественно, продолжил стараться что-то там такое узреть. Но честно признаюсь, как-то мне это даже... Я просто первый раз об этом слышу. Мне уже об этом давно пишут, но я об этом первый раз слышу, в плане того, что я даже когда первый раз проходил игру, я не пользовался этим. Мне не попадался и даже не запомнил, что такое можно сделать. Ладно, очередной лагерь у нас. Ребятки, три человека здесь, да? Дезертира, три один с щитом, один лучник и один мечник. Что-то мы какими-то мелкими группами разбились по всей территории и плохо от этого... Ладно. Ну, как от этого сейчас будет попозже. Побольше. Сейчас увидите скоро. Вот он возгорел. Ну, что-то как-то... Я не заметил, сколько там у него урон проходит. Не особо-то и сильный. Так, ошламляем. Тут вот с щитовиком что-то добивание сейчас в один удар не сработало критически. Ни хрена-то какой! Ладно, отравление его убило. Так, а теперь... Отлично! А теперь получилось. Нет, он не Яхиморезет, он конечно же живот протыкает. Герой-то не настолько, конечно, садист. Брутальные порой бывают такие... Криповые добивания делает, но... До таких прям откровенных извращений, чтобы отрезать там яичишки. В облике зверя мы уже читали. Если кому понадобится, то здесь тоже лежит. Так, что у нас есть? Мне, во-первых, надо... Посмотреть... А, я хотел, знаете, что сделать? Да, я хотел... Вставить улучшение камушек. Вставить в наш стальной меч. Только какой именно лучший, я даже не знаю. Наверное, скорее всего, на огонь. Ну, или отравление. Шанс вызвать отравление. Но, видите, они еще маленькие. Какие будут самые крутые, я не знаю. Напишите еще раз в комментариях. Вы уж будешь об этом писали, но я запамятовал сейчас обо всем этом. Конечно же. Так, Велес. Мощь знаков увеличивает. Огрушение вызывает. Шанс вызвать отравление. Горение. Чернобог. Сила атаки. Вот силу атаки мне, конечно, надо оставлять. Силу атаки потом какими-то такими глифами на супертоповое оружие запиндюривать. И Геральт будет весьма больно проходиться. Напишите тоже в комментариях, пожалуйста, о качестве вот этих вот всяких глифов. С удовольствием почитаю, приму к сведениям. Ну, пока мы на начальном этапе. И естественно... Ой, тут там валяется такой, что-то проморгал. А, нет, это не он. Внимание, группа дезертиров сбежала из Вроницы. Это мы читали. Про Вроницы, про группу дезертиров. Хорошо. Пошла. Пошла. Развернулись и поскакали. Вы знаете, я сейчас еще так параллельно играю в Red Dead Redemption Online. Ну так, не пару раз на стримах, конечно, сыграл. Но иногда, в основном, фармлю там. Ну, гринд это сделаю один. И так уже, знаете, привыкаешь к тамошнему управлению, что здесь немножечко все кажется таким вот опорным. Так, вот здесь, кстати говоря, товарищи, они на вас вроде как бы не агрятся, но они сагрятся. Надо только подойти, чтобы вы находились в окружении. Да, видите. Кто зараза, взял, навелся на одного усея. Остальные не появляются почему-то в полоске жизни. Ой-ой-ой, аккуратно. Поджигаем. И тут четверо, что ли, или что? Ах ты, какой-то опорщик хренов бежать. Видите, после репоста, конечно, нету забивания. Да и после этого, после аксии, не всегда. Но у меня аксия, по-моему, еще не на максимум прокачана. Убью. Ой, хорошо, прям башка отвлечь. Вот это мне нравится. Он там еще проорать что-то даже успел. Хотя я сомневаюсь, что получилось бы у него при таких раскладах проорать. Как-то башка в мясо кровавое улетает. Так, очередной сундук мант находим. Неплохой вроде как, но особо много здесь, конечно, не нашли. У детского. Так, куриный нож как-то полезно. У этого товарища еще валяется. Клопок с маленькой дубинкой. Вот эти, конечно, всякие дубинки маленькие, я их собираю, собираю. С целью, конечно, продавать. Но, блин, они вес, конечно, до хрена занимают. А здесь там такие сейчас крупные лагеря. Отвар из грифона чертеж гамбез. Штаны следопыта. Гамбезон охотника за головами. Отвар из грифона. Ну, это интересно будет, конечно, попробовать. Вот эти, кстати, отвары все, они что-то жуть какие токсичные. Если их так вот юзать, там на остальные ваши эликсирчики, может, и не хватит места в этом самом полоске. Хотя, есть наверняка, мне кажется, какой-нибудь перк, который токсичность у Геральта снизит. Его прокачать надо и воскнуть в основном в активный слой. Я не изучал еще так досконально эту самую. Такая, что такое? Отвар из призрака. Прикольно. А, это я же вот как раз варил отвар из призрака. Да, он... С пролисью у меня компоненты. Белое мед снижает интоксикацию. Лес Морибора ускоряет регенерацию очков адреналина. Прикольно. Лес Морибора теперь такой стал, да? Так. Давайте и смажем маслом против людей. У меня еще, конечно, бомбочки есть. Ими тоже пользоваться желательно. Так, вот сейчас пробафаться надо. Здесь очень много, друзья мои, народу. Здесь сейчас на берегу вы, я думаю, и так все знаете хорошенечко. Я еще забыл миш достать. Молодец. И здесь тоже дохренища лучников. Ну, хотя бы, повторюсь, если так вот аккуратно встать, занять позицию, да? Не так, как я это сейчас делаю нелепо. Ну, в общем, если занимать позицию, там прятаться за всеми от лучников, да? Сражаясь, чтобы они спинами стояли к своим лучникам, то им прилетит. Лежать на окне. В принципе, еще иногда можно быть готовым по характерному звуку натягивания тетивы на арбалете, да? То есть он как-то стрелу болт подзаряжает туда. Отлично. Ударил у меня во время добивания, и у меня слетел квен. Так, там еще один, пока вы посмотрите, сколько здесь народу, а? Просто их тут человек двадцать, наверное, если не больше. Я просто со счет, даже то, что сбился, я не считал. Берег погибших кораблей. Это так называемые местные пираты, да? Которые здесь, собственно, это все дело... Что-то меня подранили. Не на то я нажал еще. Где нахрен эти лучники? Отлично. 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 Как я говорю, прыгиваем отсюда нафиг. Кушаем, не забываем кушать. Отлично лежать, но я все равно выхватил. Тут уже я, конечно, так немножко занервничал. А то, посмотрите, сколько их по-прежнему дохрена народу. А меня... У меня мало ХП. Меня постоянно по-прежнему как-то пытаются лупсануть и окружить. И весьма они это делают успешно. А урон, если их по мне проходит, то как-то запредельно много снимается. Сразу там две-три тычки и все, у меня ХП, считай, нету. Поэтому, блин... И видите, эликсиры-то уже не действуют. Они прям совсем короткие по времени. А бита-то затяжная длинная. Поэтому, повторюсь, надо очень аккуратно здесь. Не то, что аккуратно, а шумстро. Надо динамично прям прыгать, бегать, носиться. Блин, не всегда это мне нравится делать, но так или иначе... Поделать нечего. Так, отлично, по-троим за полу урон. Такой АОЕ про... АОЕ. У меня АОЕ, а АОЕ. Не путать прошу. Хе-хе-хе-хе-хе. Отлично. Хорошо, красиво. Товарищ лежать. У меня получил по щам. Там, конечно же, еще в будущем будут встречаться подобные уроды большие паки. Отлично, еще один разрублен. Так, ну все, уже потихонечку мы с вами... Нахуй. Последний остался. И все. Охламляем. И красивое отрезание клешни. Товарищ падает замерт. Ну че, ребята. Я вас поздравляю. И нормально, кстати, так уже и... Бустнули этот самый... Левел. Уже почти половину до седьмого. Ну и щас тут народ перебить. Мы ж там еще помельче лагеря, да? Зачистили с вами. И щас еще будем... Нам еще стоит на берегу заняться. Записка пирата. Вчера мы нашли на дне серебряную тарелку и брошь с рубинами. Значит, клад королевы Зулейки и Прада где-то тут. У западного берега полно затонувших кораблей. Так что, может, там в Турюме где-нибудь? А? Пока проверять не пойдем. Волны слишком высокие. Надо подождать, пока море успокоится. Ставим лагерь. Очипятка тут у наших локализаторов. Нало. То есть, очевидно, конечно, надо. Хотели написать. Такое у всех часто встречается. Пукают. Букву Д с буквой Л. Путают, конечно же. Ну что, сокровища королевы Зулейки. Да, это такой мини-квестик. Он находится чуть подальше. Под водой. Охраняют эту, скажем так, зону утопцы. Но пока не будем торопиться. Потому что там еще есть один квест. Чуть подальше. Одно место интереса. Который находится прямо рядышком. С этими сокровищами королевы Зулейки. Что за Зулейка? Такое знакомое название. Зулейка. По-моему, где-то в книжке встречалась нам она. Или какая-то там какой-то... Мы в самих играх в первом в трогать маке, чтобы читали про них. Про нее я имею в виду Зулейку. Ну, у кого есть жгучее желание посвятить меня в лор. Прошу в комментарии. Пояснительная бригада. И отусланное письмо. Капитан. Ищем и ищем этот вклад королевы Зулейки. Ну и к сожалению так сказать. Хм. Зато устриц мы порядком наловили пальчики оближешь. Капитан. А вы уверены, что карта настоящая? А не липа какая-нибудь. Мне так видится, что этот мореход нас надул. Мы будем смотреть, чтобы нас тут что-нибудь не сжрало. Пока вы все не дадите других приказов. Хе-хе-хе. Матерок. Матерончик. Проскакивает. Да. Слово. Так, с этого я еще видите сколько тут я всякого барахла с них поснимал. У меня уже там перевес наверное. Тут такое еще знаете руинистое место. Вот его все пока бежишь. Вот видите еще один. Чертеж доспех Хиаль. Что за Хиаль? Хрен его знает. Улучшенное масло против гибридов. У меня еще нет нормального обычного масла. А я все это. А я уже улучшенное нашел. Неужели мне это будет то же самое как и в первый раз я проходил. Я масло против гибридов пипец как поздно нашел. Перебив уже на тот момент кучу разных грифонов. У нас гибриды это грифоны же всякие. Архигрифоны и тому подобное создание. Ну еще куча. Много разных. Я сейчас все весь бестиарь конечно не перечислю. Не помню просто. Но что меня лично удручило. Что как-то здесь рандомно эти рецепты находятся. О морская раковина. Кстати говоря надо будет нам наконец это попробовать или нафиг потом. Поразбирать эти раковины вообще мне рекомендовали в комментариях. Чтобы жемчужины дорогущие с них доставать. А не продавать. Альянс что-то сдура там как в самом начале. По-моему ракушку одну да продал. О чем я жалею. Несказанно. Так с этой стороны к этому сундучку не подступиться. Это у нас свеча которую поджечь можно. И тут еще парочку коробочек лежит. Давайте забираем все что неровно лежит. И давайте двигаться дальше. А нет двимеритовая руда. Неплохо. Смотрите-ка. Неплохо неплохо. Так что у меня есть. Поесть во первых. Кстати уже этот гром эликсир у меня закончился. Надо домедикировать. Я его что-то активно стал так юзать. Ну потому что такая в принципе зона весьма для нас еще некомфортная. Чаще всего 9 уровень. Видите встречались. Хотя правда моряки вот эти. Не моряки а пираты. На берегу вроде так достаточно я. Не знаю то что их даже очень много было. Что тоже некомфортно в принципе. Но. Оперативно так я их в принципе все перебил. Позволил мне. Позволил мне мой уровень. Так очередной короче лагерь. Очередные заразы мечники. Мечники. Лучники короче. И дезертиры. И все эти бандитские элементы. Порезом. Ой здесь еще смотрите стоит этот. Как его зовут то. Ну клетка с пленником. Надо сейчас будет ее. Надо сейчас будет в общем ее да. Освободить. Посмотреть может он нам что-то там подарит в будущем. Они все нам что-то конечно должны быть. Какую-то услугу потом указать. Мне очень часто пишут что в какой-то одной. А возможно даже в нескольких летах сидят чуваки. Которые картами для гвинта. Бодяжит неплохо. Конечно же я все постараюсь эти. Клеточки. Ну как все. Я не знаю сколько. О хорошо. Отлично. Как картечка смотрите бомбит. Мама. Мама дорогая. Устроим дискотеку небольшую. Ладно не буду я ему давать догорать. Так. Ключ от клетки. Отлично. Отлично. Это моя нравится. Так. И давайте быстренько с остальных собираем. Конечно. Тут тоже конечно лагерь здоровый. Конечно. Конечно. Я это слово уже 10 раз повторяю. Заговариваюсь. Устал видать на работе сегодня. Сегодня не работал. Дома. В общем. Блин у меня сейчас уже места наверное будет не так много. Смотрите сколько здесь всяких. Видите сундуков. Тюков. Бочек. Коробок. Блин. Брать все не перебрать. Клифогвен. Глифогвен. Хорошо сказал Клифогвен. Так, ну что Предавитель красиво умер на лавочке Кого-то обсикался Последнее Все, что у него было Так, еще у нас записки разбойника Нильфгардцы должно быть срут золотом Любого мужика покупает, который я только им поймаю Хоть бы он был хромой, косой Или дурной, и даже не торгуется На серебряные рудники им людей надо, говорят А там больше двух месяцев никто не выдерживает Вот и замечательно, дела идут Единственное, опасаюсь, что скоро Уже всех холопов по углу повыловлю Кого же я тогда продам Так, у нас тут, короче, работорговля Ну хорошо, мы перебили вовремя Пришли сюда Перерезали всю эту чернь Мерзкую Очередной сундук С говной Ну так, серединку на плане, конечно, нормально Какие-то вот эти всякие вот мечи Вот видите, все, у меня уже перевес пошел Ремонтные наборы мне нужны Броник у нас, короче, который броню чинит Мне уже написали в комментариях Я раньше думал, что они все на один хрен чинят Что эту самую, что мечи, то что броню Ну, как и у этих У торговцев, там, у этих кузнецов Которые в состоянии нам починить Просто же можно прийти И отремонтировать сразу все Так, что у меня там появилось Давайте сейчас еще парочку топоров Вот этих вот выкинем Ненужных Так, и еще одна палец Шаталица Шаталица Ну, вроде все Ага, нет, еще не все Смотрите-ка Во-первых, я еще туда не долутал Ну, всякие пустые Пятые эссенции Что это значит, интересно Тоже знакомое название Это пятые эссенции Хотя уже столько всяких этих нам, друзья мои, попадалось Уже тоже реально в башке От этого такой вообще кавардак От этих всех Они же в каждой игре еще меняются Свойства меняются Названия вроде как бы знакомые А свойства уже не те Так, ну, вроде Здесь мы все осмотрели Яблочко Валялось Хорошо И вот опять перевес При этом продолжая всякий хлам Ну, ладно Вы не обращайте внимания Я так хламом-то набиваюсь-набиваюсь И тем временем у нас уже, смотрите-ка 2000 крон А это на этом этапе не так уж и мало Буду надеяться, что не так уж и мало, конечно Пока нам рановато еще озаботиться этими самыми бронями Ну, которые ведьмачьи школы Поэтому Лучше подготовиться Потому что, скорее всего, денег отстрянет очень много Какой-нибудь компонент будет обязательно тугой Который придется именно идти покупать А не самому вырыскивать Так, это цирюльник А, он, наверное, нас постричь сможет Ну, че ты стоишь-то Все, он вроде заработал Только че-то он мне ничего не сказал Дяденька А поблагодарить А вообще какие-то оказать Вот те самые Хрен сглаз Побежал Легкой Непринужденной трусцой И с легкой такой же суетой во взгляде Ну, ладно В общем, решил я тут по дорогам не кататься Сейчас быстренько срезать Сэкономить немножко времени И на бережок Спрятанное сокровище А че-то никого и нету здесь Подозрительно Так, а здесь, собственно, валяется труп Вон там, кстати, плавают товарищи Вон там, кстати, и есть Поврежденное водой письмо Мольке Я знаю, что ты бросил ремесло контрабандиста Что ты отложил кучу монет И не хочешь больше рисковать Собираешься тихо, наверное, жить с женой и детишками Но я хочу попросить тебя об одолжении Нужно еще разу доставить груз И это в последний раз обещаю Работа проще простого Пара ящиков почти без риска Оплата хорошая Пожалуйста, сделай это Если не ради золота То хотя бы в памяти оставай дружбу Дружбе Берт Берт Ну ладно Конечно, не мы будем это все делать Давайте посмотрим Да, вот это нам туда дан путь Судя по тому, что там под водой Всполохи какие-то Мы сейчас видели Там, походу, тоже утопцы Утонувшее богатство Ну, поплыли Какого уровня? Пока торопиться не будем Арбалет у меня готов вроде как Какого они у нас уровня-то? Блин, что-то я не попал Значит, еще раз Ух ты, десятого уровня Блин Слушайте, слушайте, десятого уровня А уже убиваются Почти же с одного выстрела Так, я не понимаю, сдох там второй Да, вроде сдох, отлично Мне не нравится, как они всплывают Жалко полутать их нельзя, конечно Так, а вот, собственно, и находится Где наши сокровища, спрятанные Трубка и малый камень Велес ровный Клинок из Вико Варо Угу Ну, вот, бэд, слушайте Клинок из Вико Варо Желтенький Может быть, он нам подойдет? Сейчас, посмотрю Выли, выплыву наружу Просто я решил проверить Ничего я здесь не оставил Вот, пизоги Так, ну и где он у нас? А, вот эта Зулейка Мне надо сейчас, во-первых Да, вот А, он четвертый уровень Все, Зулейка-то Сейчас активируем Чтобы маркер был, увидим Куда нам плыть Ребятки И сюда и будем Уже Двигаться потихонечку в ту сторону Платвица наша Ожидает нас На бережке Бережку Бережочечке Так, ну и где он у нас? Ого! Плюс 15 урона Шанс крита ура Вот это да Вот это, мама, не горюй Это я поторопился Короче, с этим самым Шанс вызвать отравление Короче, блин, слушайте Ну, это поприкольнее Мечта смотрится, явно Дополнительный опыт За смертельный удар По человеку Ну, тут, конечно Для прокачки лучше А этот для шестого Слушайте, ну, даже не знаю Давайте посмотрим Пока, как он Будет себя В бою демонстрировать Ну, вроде как Ничего И смотрится так Тоже На героике Хотя они тут Все прикольные Мечи смотрятся Так, ну что ж Вот у нас еще парочка есть Мест сил Самых этих Мест интересов Самых-самых интересных Мест интересов Да-да-да Кламбрушина Опять у меня работает Тут наверняка Сейчас какой-нибудь Мобьон Нет? На берегу Обычно трупа Эти Утопцы С половунами Опустевшее селение Давайте юзаем Квен Предварительно Готовим знак Игни Нет, смотрите Люди Пираты Тоже Горлопанисты Мои какие Слушай, неплохо Неплохо урон Наносится по ним А, я кстати забыл Здесь же можно улучшение За дополнительную плату Вынимать С мечей-то Это хорошо А я не помню Правда, как это было Обстрело во второй части А вон там Я было Это сделать Если там Если уже вставил Так вставил А, хорошо Пузо нахрен Вспорол И репостом Ой, хорошо Просто изрезал Еще и бошку С Чертовой матери Возвращаются Жители Сельца этого Не знаю Может тут будет Сейчас полезно Какой-нибудь там Травник Или Этот самый Да, травник есть Ну, или какой-то торговец Может быть Я сомневаюсь Конечно, у травника Что-то новенькое появится Не исключено Конечно Но В этот случай Хочется верить Странно, что В это здание Не пришел Нильгарский гарнизон Охранять Как это было Немножко раньше Там пара Тройка частей назад Письмо Братик Я получил твое письмо Дети, здорово Спасибо, маленький Рачеслав Уже не такой маленький Достает мне до плеча И у него вот-вот Усы Под носом вырастут А каська сладенькая Как всегда Ну, хватит об этом Я очень рада Что ты смог вернуться Под свой кров Волнуюсь я Только точно ли Пираты ушли Держи ухо востро И не зажигай света ночью Чтобы тебя Кто с моря Не увидел Твоя лиська Печальная, видать Судьба у него была Разве пираты Обосновались Все-таки нашли Наверное, да Но трупа я что-то Пока не увидел Так, в бочке В этой вроде тоже ничего нет Давайте поболтаем Посмотрим Чего? Чего? Что у тебя есть на продажу? Скажи свои товары Да, то же самое В принципе у него Ничего полезного Так А может что-то ему Можно продать Допустим Из мозга Утопства Утопства Все, я уже говорю Посмотрите, у меня уже язык Запритык языкается Ну, если что Можно Можно будет потом Генюшков немножко С этого поднять Если будет какой-то дефицит У нас Ребятки Я с трупов этих Специально не собираю Не мечи Там Потому что веса Нету Напоминаю Когда птички летят по небу Хочется прям достать винтовку Как в РД Или во втором Подстрелить И освежевать Подбежать Так, ну что Вроде мы здесь Почти все Да У нас что там еще осталось Ага, вот еще здесь На углу есть И там еще есть Смотрите-ка Только я не уверен Что вот Сейчас мы в то место Будем Заныривать На остров Я имею ввиду Не Под воду А именно на остров Потому что там По-моему Полуденец Или полуночница Она там 13-14 уровня Я туда забрел Выхватил леща Очень быстро С двух ударов И все И пришлось перезагружаться Поэтому Нафиг уж Не это самое Так, а вот У нас и Собственно Топлячки И утопчики Не любишь серебро, да? Сейчас я тебе его Продемонстрирую Блин, четвертого уровня Всего Детишки для меня Нам бы еще Какой-нибудь Будем найти Ничего Серебряный Какой-нибудь Поновее Не знаю Хотя еще рановато Наверное Мы еще в самом начале Блин, я его Помню Какие вот эти все Листа Конечно же Ну как помню Относительно Досконально Относительно Помню Как эти все места Исследовал Как это много времени Занимало У нас уже В 18-й части Только одних Исследований Занимали Записка Кандербандиста Вот раньше Была жизнь Перебросишь Пару булочек Бутылочек Самогона Воксинфор Загонишь Студентов В общежитие Вот у тебя От этого пара Крон И у них Больше храбрости Для постижения Науки На пришел Родовид Университет Закрыл Студентов Разогнал На все четыре стороны На берегу Расставил баллисты Которые стреляют Во все Что только По понтору Плывет До лебедей Включительно Ну Не было бы Счастья Да несчастье И с грузом Жаль людей А еще конечно Жаль сколько добра Пропадает Мы с Мартином Его выловим Высушим А потом продадим И снова будет На что суп сварить Зачем он Это все записывал Интересно Человеку надо Собраться Сесть Взять перо Там Или чем они написали Так А между тем У нас Кстати говоря Почти что За половину Мы уже с вами Переползли Даже не почти что А точно Переползли За половину Шестого уровня Мало ли Может это Удастся Сильную Получить Сомневайся Закончились У нас почти что Места интереса Сейчас наша задача Отстрелить Ой Ой Вот это Да Вот это Как тебе Тебя Нет Самое Не заприметил Еще Подышим Ой Ой Да что ж Такое Что ж Я их не вижу Нифига Прошу прощения Ребят Что-то Туплю А он Еще Мне сзади Со спины Ударил Гнеденыш Посмотрите Дорогая Ошибка Видите Она еще Таким Красным Черепком Подсвечена Типа Это В общем Квест Еще Ударана Вроде Видите С одного С двух Выстрелов Отстреливаются Спокойно Я на дистанцию Нужно Соблюдать Чтобы Болты Долетали И Вас Ранить Не успевали Мифига А то Бубо Совсем Бубо Ой Опять Я ступил Ну Але Хочу Поделать Алеш Ничего Немножко Там Крушина Посмотрел А нет Вру Посмотрел Заберем Насеки Пожарный Попахнем Походим Вместе с ней Наш пахучее Как Гноем Каким-то Воняет Или Всякое Тухлое Мясо Я уж Не помню Веси Мир Рассказывал Ох Ты Вы Смотрите Я только Заговорил Про серебряный Меч Как Бац И нам Прилетает Серебряный Меч Посмотрим Что Немножко Выкинем Как Говно Ненужное Так Все Топорики Беспунтовые Смотрите Сколько Плюс 24 Крен Ирден И дополнительный Опыт Вот Это Я понимаю Вот Это Могрим И Опыт Для Прокачки Засмертельный Удар Нормально Смотрите Не зря Заплыл Повезло Так Что Дальше У меня Еще Так Сокровища Зулейки Все Никак Я Не доберусь Она Тоже Здесь Рядышком Снаряжение Школы Грифона Одиннадцатого Уровня Квест Сам Броню Я не помню С какого Мы сможем Начинать Уже Носить Ладно Всему Свое Время Я Ничего Мимо Не пропущу Не знаю Вареники Что Ли Вставить Я Конечно Угораю С названия Вареники Угораю Что Я Промечу Ветчину Использовал Она Что Как Сильно Много Восстановило ХП А у Мне Так Не Так Уж Прям И Отщикнуть Это Было Так Здесь Уже Утопцы Попроще Они Четвертого Уровня Остальные Успугались И Уплыли Затонувший Кораблик Так У нас Какая Тут Котомочка Валяется С бутылочкой Воды Вода Под водой Прикольно Так А ну Куда Ты Блин Я же Навелся Ну Конечно Лучше Всего Для Этого Самого Для Точности Знаете Что Делать Ты Что Делаешь Ты Геральт Ну Это Вообще Свинство Какое Это Блин Мало То Что Он Не Перезарядился До Сих Пор Так Еще Из Мне Анимация Всплытия Его Блин Все Короче Испортило Это Мне Не Нравится Надо Поглубже Заныривать Перестреливаешься Еще По-моему Один Остался Так Что У нас Тут У нас Как-то Он Здесь Набок Что Ли Завалился Сообразить Так Лучше Заплыть Так Подлечаемся Чуть Чуть Надо Да Мне Спокойненько У меня Полоска ХП Все Так Нет Самое Не Подраненный Я В общем Хожу Так Тут У нас Межтрюмные Всякие Помещения Верденский Лучник Гамбез Короче Какая-то Херня Скалерезулейки С этой Ничего Интересного Нету Все Продать Конечно Можно Будет Так А здесь Больше Ничего Сейчас Я Хочу Посмотреть Хотя Воздуха У меня Уже Не Так Много Остается Блин 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 А че ты В эту дырку Не можешь Пролезть Он Вроде Как бы Пролазит Но Вроде Как бы Нет Блин А у меня Воздуха Нету Че Орешка Такой Плывет Нафиг Я не успею Наверное Сути Задевает Обо Все Подряд Ой Как Быстро Отнимается Ух Вот И Поэкспериментировали Нахрен Так Ладно Надо Сейчас Закусить Сразу Сходу Нормальным Какой-нибудь Рыбешкой Например А у меня еще И Мало Места По весу Я имею ввиду Место Нормально По перевесу Где-то Так Еще Дракар Вообще Раз Долбленный Пополам Дракар Дракар Горящий Мой Погост Да Вот Видите Там Полуночница Друзья Мои Я с ней Сцепился И За два Удара Она у меня Выходила Пришлось Перезагружаться Здесь Поэтому Побежали Отсюда К чертовой Бабуське Сейчас Там Внизу Он Два Утопс Так Тихо 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 Алешка Фу Нет Это еще Не фу Они вдвоем Там Плывут Ах ты Скотина Все Таки Перезаряжайся Быстрее Первый И Последний Фу Ладно Один раз Ударили А я что-то Очень близко К ним Подпыл Так они же Еще Десятого Уровня Вот В чем Весь Цимис Они опять Что-то там Отспавнились Смотрите Еще Три Появилось Откуда Они там Интересно Вырезали Ну просто Наверное Спавнится Я думаю Вряд ли Что Они подплыли Откуда Там Вообще Не видно Откуда Хотя Возможно Что У меня Глаз на затылке Нет По миникарте Это не поймешь Может быть Там Как-то Они Успели Хитропопа Так Ну что Вроде Друзья Мои Все Мы Здесь Зачистили Да К этому Сундучку Конечно Ж Рановато Еще Те Что Которые Вот Западнее И Южнее Там Попозже Будет Приходить Когда Подкачаемся Давайте Добежим До места Перехода И Переместимся В деревеньку Уже Распродадим Все Барахло Посчитаем Наши Барыши Да На сегодня Я думаю Надо Будет Заканчивать Не Такая Повторюсь Интересная В плане Сюжета И Каких-то Встреч Серия Но Так Или Иначе Почистились Немножечко Территорию Покачались Нашли Парочку Мечей Новых Это Хорошо Тоже Меня Радует Видите Меч Во всяком Суча Магрим Так Точно Радует Он И Легендарный И Хорошие Статки У него Вот А вот Желсткий Наш Меч Тоже Неплохой Лучше Чем То Что Была У Нас Школа Змеи Но Так Или Иначе Естественно Пока Ничего Лучше Не Найдем Я Буду По Максимальному Урону Пользоваться Оружиями Которые Будем Находить На Начальном Этапе В этом Ничего Страшного Думаю Нету Так Где Нахрен Все Они Все Нахрен Спят Потому 229 Ладно Есть повод Тогда у нас С вами Тоже Переночевать Зайдем В первый Попавшийся Дом И Усядем Тут Не знаю Пускай Они Как хотят На это Все И реагируют Немножечко Нералево Я это Здесь Делаю Сейчас Без Отыгрыша Но Одеваться Некуда Так Персонажей Новых Не Появилось Бестиария Нового Тоже Не Появилось А вот Медитацией Надо Заняться Да Странно Показывал 20-29 Теперь Уже Будем Какое-то Другое Время Как И Как Ну Не Очень Все Стыкуется Все Восстановились Наши Все Бомбы Восстановились Так А Что я Приготовить Там Ничего Не могу Наверное Или Могу Алхимическая Субстанция Мне Покажет Все Еще Попродавать Барахло Танцующая Звезда А Че Это Он Не Может Только Две Бомбы Сможем Носить Да Я Не Помню Этот Момент Кстати Говоря Никак Танцующая Звезда Классная Бомба Она С поджогом Тоже Действовала Если Помните Во Втором Ведьмачке Меня Так Точно Отвар Из Грифона Полученный Урон Повышает Сопротивление Урон До Определенного Предела До Конца Данного Боя Токсичность Тяжна 70 18 18 Тысяч Секунд Длительность Эффекта Ой 18 1800 Ну Неплохо Длительные Весьма Мы Еще Будем Постоянно Под Интоксикацией Находиться Надо Срочно Качать Ветку Алхимии Там Наверняка Тоже На Интоксикацию Есть Плюшки Отличное Масло Против Зверей Но это Мне Еще Рано Мне Нужно Улучшенное Масло Обычное Масло Мне Нихрена Рецепты Друзья Мои Не Попадаются Я Расстроен За Это Хотелось Конечно Чтобы Они Были Не Рандомные Я Уже Об Говорил А имели Какое-то Место Своё Куда Можно Было Прийти Его Сто Процентов Зная Что Оно Лежит Забрать И Приготовить Уже Из него Зерится Какой Может Скоро Пригодится Сердце Голема Пурга После Убийства Против Замедляет Что-то Там Я Не Успел Прочесть Ладно Потом Разберемся Пока Нет Ингредиентов Ни на что Как только Появится Сразу Будем Делать Ингредиенты Копить Нам Не Нужно Скапливать Чтобы Постоянно Делать Зелих Че Ты Тараторишь Блин Покажи Товары Так Ну Что Сколько Там У него Есть Денег 374 Всего Блин Я Думаю Шем Кое Что-то Много Не Продаю Так Эту Пока Я Не Буду Продавать Пока Мы Ни Рюгарскую Броню Не Закупим С Вами Я Не Буду Продавать Куски Этой Брони Так На Рюгарске Продаем Казалось Бы Тоже Длинный Меч Самое Интересное Распродаем Чтобы Понятно Было В принципе Для Интуитивности Сделали Правильно Разработчики Моя Нравится Я Иду Не С Камнями Для Оружия Там Да Их Рядом Фасовать Чтобы Путанец Там Возникал Так Военная Кожаная Куртка Вот Можно Починить Снаряжение Сейчас Можно В принципе Все Починить Давить И у него Появятся Деньги Мы Сейчас Сможем Что-то Обратно Продать Ну И Прочие Я Чинить Не Хочу Нафиг Не Надо Так Разобрать Вот Кстати Говоря Раковина Где Раковина Рак Раверный Рак Раверный Так Вот Черная Жемчу Разобрать Не Разобрать За 8 Аренов Давайте Пока Потерпим Я Все Таки Думаю Если Они Нам Понадобятся Нам Для Квеста Точно Какого Понадобятся На Скеллиг Если Мне Память Не Изменяет Там Какой Гном Должен Будет Попросить Нас Понырять За Жемчужинами Под воду Да В принципе Как мне Написали Что их Продавать Можно И они Стоят Не Кисло Тимирские Сапоги Блин Что жаба Душит Их Продавать Так Жалко Просто Я В Иду От Комплекта От Нашего Самого Так Кстати Говоря Обычное Шматье Вроде Шматье Всякий Мусор Он у нас Купить Не Собирается Будь Здоров Ну Иди Нафиг Тогда У нас Еще есть Торговец Я надеюсь У него Денежка Есть Так Хорошо Весь Всю Сегодняшнюю Серию Почти Что Дождь Параллел Сыренькое Какое Местечко Но Тем Оно И атмосферней Друзья Мои Согласитесь Так Что У этого Здесь Есть Вот Мусор Можно Продавать Всякие Говноудочки Но Мне Правда Что Мало Совсем Денег Я Походу Напродавался Ему В прошлый Раз А что Там За записка Такая Валяется Я не Пойму Я не Помню Я на нее Обращал Обращал Внимание Вообще Ну Вот И Все Больше Продать Ему Неча А Заказ Лишачих Это Я Продал Ему Да Все У меня Жана Отобразилась Прощай Прощай И Ничего Говори И Ничего Не Обещай Так Заказ Лишачиха Старосты В Подлесе Поговорить Это Мы Потом Поговорим Ну Что У нас Вроде Здесь Все Ребятки Мы С Вами Все Сделали Давайте На этом Закончим Серию Я Надеюсь Что Вам Все Понравилось Стыкните Большой Пальчик И Подписывайтесь На Канал Скоро Увидимся В Следующей Серии С Вами Был Алиот Всем Большое Пока Продолжение следует